Особое мнение на 101FM Мы пришли в нашу программу, это премьера, да, практически, на их и точно здесь у нас сегодня в Кирове. Нет, я у вас был. Да, смотрите, сюрприз, сюрприз. Окей. Буквально накануне состоялась отчетно-выборная конференция Кировского регионального отделения ЛДПР. И теперь вы осуществляете координационную деятельность нашего либерал-демократического крыла, да, практически политического в нашем регионе. Давайте такой небольшой тест, что ли, устроим. Вот чем именно занимается координатор партии в регионе? Что вы будете делать? Ну да, действительно, у меня в новом статусе дебют. И про статус, если в двух словах говорить, сильно останавливаться на этом смысла нет, потому что это все юридическая основа. То есть все партийные функции, именно, как уже было сказано, координация, работа с районами области, работа с городским отделением, работа с фракциями в городской думе, с фракцией в законодательном собрании. Также с депутатами МСУ. То есть, соответственно, МСУ, да. Муниципальных? Местное самоуправление. Нет, местное самоуправление. Местное самоуправление. Местное самоуправление, которое так или иначе будут сказываться, я надеюсь, будут сказываться обязательно исключительно положительно на жизни горожан, на жизни жителей области в целом. Ну вот здесь не одна я подзабыла, когда вы у нас были. Напомните, пожалуйста, в связи с чем вы тут были. Я как раз был у вас примерно год назад. Мы реализовывали инициативу по трезвым дворам. А, точно. Да, тогда я вместе с коллективом активистов общественного движения «Мой город», общественной организации, мы проводили рейды по дворам, по общественным местам, как раз по употреблению алкоголя, которое у нас запрещено. Вот я сейчас запишу это одним из вопросов. Чем дело кончилось или как оно развивается, трезвые дворы. Помню, помню этот хороший эфир. Но пока что пройдемся по тем поручениям, которые, может быть, и напутствуют, которым снабдили вас ваши коллеги. Напомню, что до вас этот пост занимал Владимир Костин, наш постоянный спикер. Два срока подряд Владимир занимал этот пост и, что называется, передал все бразды в ваши руки. Так все-таки какие наставления? Я вот видела сейчас из окошка, что вы с Владимиром перед тем, как зашли в нашу студию, общались. Какие наставления ваш коллега вам давал? Ну, как уже было сказано, Владимир Костин, несмотря на то, что ушел с поста формально, из партии никуда не ушел, работу в региональном отделении в регионе в том числе будет продолжать, немножко в другом формате. И, конечно, как более опытный старший товарищ, он будет не последнее наставление, которое я от него получил. Здесь, конечно, вопросы, в первую очередь, так скажем, деталей, именно какой-то фактуры. В силу того, что я, опять же, несмотря на то, что даже следил за повесткой, несмотря на то, что постоянно участвовал в общественных мероприятиях и руку с пульса событий старался не убирать, все равно он имеет больший доступ к информации. Как раз на такую информацию он мне иногда и ссылается, подсказывает, что непосредственно необходимо в работе. А может быть, раскроетесь секрет, чем именно будет заниматься Владимир Костин после того, как этот пост покинул? — Исключительно законодательная инициатива. — ОЗС. — ОЗС, да. — Работа в областном законодательном собрании. — Да, то есть координация всей группы депутатов — это достаточно мощная структура, активная структура, которая уже сейчас множество инициатив законодательных предлагает и, я думаю, еще больше предложит. — Ну, тогда хотелось бы узнать ваше отношение к тому, какие позиции ЛДПР занимает в регионе, как вы оцениваете политическую карту нашей области? — Обширный очень вопрос. — Начнем с позиции ЛДПР в регионе. Конечно, вы скажете, что мы сильные. — Да, конечно. — Ну, смотря с чем сравнивать. — Опять же, если сравнивать с позициями ЛДПР в других регионах, дает о себе знать раскладка на последних выборах, даже Владимира Вольфовича Жириновского. Мы в десятке сильнейших регионов по процентам в стране. Соответственно, у нас большая поддержка населения и на выборах в законодательное собрание, в местные парламенты, местные думы. И это проявляется в том, что у нас есть представительство в виде депутатов. — С чем вы связываете такую поддержку в Кировской области, партии ЛДПР? — В первую очередь, с бедствующим состоянием просто большей части населения. Только с этим. Это прорывные идеи. Да, иногда категоричные, да, иногда кажущиеся даже фантастическими, но действительно работающие, действительно способные как-то переломить ситуацию, которая сейчас уже, так скажем, в глубоком кризисе находится. Это ситуация с экономическим, социальным положением граждан у нас в Кировской области. — То есть это некое разочарование людей от тех действий, которые инициирует партия власти? — Да, именно так. Или как раз безинициативность партии власти и неспособность выполнять те функции, которые на нее возложены. Сам по себе институт государства, он должен выполнять как раз, должен обеспечивать благами всеми граждан страны. Но что-то пошло не так, что-то сломалось в этом институте. И чтобы эту ситуацию поправить, как раз нужно вникать в политическую обстановку, вникать желательно через оппозиционные политические партии, проявлять больше гражданской активности, узнавать о своих правах и эти права отстаивать. — Ну вот смотрите, новый состав Кировской городской думы, довольно новый состав областного законодательного собрания. Если в областном законодательном собрании, прежде всего благодаря Владимиру Костину, мы какое-то представительство ЛДПР видим, то в Кировской городской думе большой активности не наблюдаем. Вы со мной согласитесь? — Пожалуй, если сравнивать, конечно, соглашусь. То есть активность значительно меньше, условлено это в первую очередь тем, что там у нас представительства фракции в два раза меньше. Плюс ко всему, у нас в принципе ограничены возможности даже самого законодательного собрания как органа во многом. То есть федеральной повесткой, федеральным законодательством, не говоря уже о том, действительно, что может делать городская дума. Я не хочу сказать, что это совершенно ненужный, бесполезный орган парламентский, представительский. Но если сравнивать по функционалу и по возможностям, которые имеют депутаты городской думы, там, конечно, намного все скуднее. Поэтому и больше активности именно в законодательном собрании. — Не связано ли это с тем, что основная поддержка у вас все-таки в районах Кировской области, которые, безусловно, здесь, наверное, вряд ли кто-то будет спорить, живут хуже, чем областной центр? — В том числе. Но это не ключевой вопрос. В городе у нас тоже огромная поддержка. 25% на последних выборах. 20-25% мы в среднем получали по городским округам, по округам в законодательное собрание. То есть каждый четвертый из проголосовавших, пусть даже явка была небольшая, но это активное политическое и социально активное население, которое нас поддерживает. То есть сказать, что у нас нет в городе поддержки, нельзя. — Многие эксперты связывают поддержку партии ЛДПР и сейчас на всех предыдущих выборах только с одной персоной, с лидером партии Владимиром Жириновским. Что, дескать, не будет такого лидера, и партия рассыпется, и поддерживать ее население не будет. Как вы относитесь к такой позиции? — Об этом тоже долго очень можно рассуждать, и разные варианты исхода могут быть. Владимир Вольфович Жириновский, безусловно, уже не молод, но это скорее плюс, потому что он опытен. Это уже колоссальный опыт, накопленный за 30 лет общественно-политической деятельности, построена федеральная структура, накоплен, опять же, огромный опыт в отдельных направлениях социальной политики, внутренней политики, внешней политики. Предложения Владимира Вольфовича действительно учитываются, к ним прислушиваются, и рано или поздно те инициативы, которые предлагались, они вводятся, как неизбежные для решения тех или иных острых вопросов социальных. — Я к чему клоню? Вы считаете ли вы, что партия ЛДПР, даже в отсутствии такого харизматичного лидера, его столпа и опора и основателя, будет действовать? — Я считаю, что важен не столько лидер, сколько команда. Владимир Вольфович всегда работал в команде, в команде 54 депутата в Государственной Думе. Это даже на местном уровне, если помните, последние выборы в законодательное собрание у нас присутствовала команда Жириновского. Это конкретные люди, которые занимаются конкретными направлениями работы, и только совместное и распределение обязанностей, распределение труда, оно приводит к результату. — Меняли ли вы когда-нибудь свою партийную принадлежность, Кирилл? — Нет, я с 18 лет нахожусь, даже раньше еще участвовал в общественно-политических мероприятиях и определился к 18 годам уже, что именно ЛДПР та партия, в которой я хотел бы себя реализовать. — Мы сейчас прервемся на короткий перерыв. Своё особое мнение сегодня высказывает координатор Кировского регионального отделения ЛДПР Кирилл Писный. Через полминуты снова в этой студии. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает координатор Кировского регионального отделения ЛДПР Кирилл Писный. Кирилл, вы сказали, что начали свою политическую деятельность, свою политическую активность еще до того, как вам исполнилось 18 лет, напоминаю, что Кирилл только что до перерыва сказал, что он сразу же выбрал партию ЛДПР и до сих пор остается ей уверен. Как вы относитесь сейчас к участию, как вы оцениваете, даже не относитесь, как вы оцениваете участие молодежи Кировской области в политических событиях? Считаете ли вы, что у нас активная молодежь в этом смысле? Ну, все относительно. Давайте сравним. Да. И, честно говоря, сравнивать особо не с чем. В свою политическую деятельность я начал в соседнем регионе. Действительно, я обошел... В Мариэл. В Мариэл, да, если быть конкретным. Я обошел еще до 18 лет представительство региональных отделений, партий, посравнивал программы, посравнивал предложения, познакомился с командами, которые работают. И меня впечатлила именно команда, именно люди, которые работали непосредственно на месте. Здесь не менее, кстати говоря, крепкая команда, не менее молодая, что меня тоже, в свою очередь, и привлекло, потому что именно молодежь работала тогда, когда именно молодежь тогда высказывала свою позицию, пыталась добиваться каких-то конкретных сподвижек по тем темам, которые их задевали, которые их трогали, которые их не устраивали. И, как и сейчас, в Кировском региональном отделении огромное количество молодежи. Действительно, ставку на молодежь делают на федеральном уровне и сам Владимир Вольфович, Жириновский. И, там, можно говорить, что у нас в Госдуме самая молодая фракция. Не то, что, там, даже в России еще, а вообще в Европе. И, как результат, социальные лифты, они работают у нас. Как они работают? Приведите пример. Ну, я на себе свой могу пример привести. Буквально через три месяца после того, как я вступил в партию, активно участвовал, предлагал какие-то инициативы, предлагал какие-то конкретные идеи и действия, я уже смог получить пост помощника-координатора по работе с молодежью. Затем я получил возможность баллотироваться по спискам от партии. Затем стал координатором Южкоролинского городского отделения. И затем, благодаря взаимодействию с курирующим депутатом Черкасовым Кириллом Игоревичем, смог перебраться в Кировскую область и здесь уже дальше продолжить себя реализовывать в данном направлении. Помощником депутата Кирилла Черкасова вы являетесь с 2014 года. — Я сейчас смотрю на сайте ЛДПР Киров. — 2014-й год, да, все верно, с конца 2014-го года. — 2015-й, помощник депутата Черкасова на штатной основе, и почему-то с 2015-го года ничего больше не значится. Чем вы занимались в 2016-2017 годах? — В 2016-2017 годах я уже жил полностью, постоянно находился в Кирове. Точно так же поддерживал всю общественно-политическую деятельность, участвовал в мероприятиях, интересовался и не убирал, как я уже говорил, руку с пульса событий, но реализовывал себя больше по, так скажем, по коммерческой части, пытался реализоваться как наемный сотрудник, менеджер в ряде компаний. Это не столь интересная, так скажем, веха истории, потому что... — Это очень интересно, чем вы занимаетесь, кроме политики. — Сейчас я занимаюсь исключительно общественно-политической деятельностью. То есть это не такой длинный период, действительно там не все, так скажем, складно и хорошо у меня получалось. Здесь в плане менеджмента, ну, здесь скорее не вопрос даже компетенции, а вопрос интереса. Мне больше нравится все-таки то, чем сейчас приходится заниматься, то, что касается действительно широких слоев населения, то, что касается каких-то конкретных социальных категорий и отстаивания их интересов. — Ну, давайте тогда к конкретике и перейдем, потому что пока что мы в общем знакомились с вами. И все-таки, когда мы говорим, что меня интересуют социально-политические проекты, какие именно проекты сейчас у вас лично находятся под контролем, в разработке, и вас интересуют какие моменты? — К слову, об активности молодежи и не только. В Кирове большое количество инициатив общественных, разной степени вовлеченности людей в них, разной степени масштабности и разной степени качества. Я вижу одной из функций как раз своей и вообще представительства регионального партии — это взаимодействие с такими общественными структурами. Например, просто живой пример сейчас приведу. Позавчера, если не ошибаюсь, к нам обратились поисковый отряд «Рубеж». Они едут на раскопки к 9 мая в Нижегородскую область. Новгородскую, прошу прощения, область. Соответственно, им требуется материальное обеспечение, техническое обеспечение, то есть там продукты и так далее. Мы здесь не столько спонсорами выступаем, сколько коммуникаторами. То есть у нас есть возможность... Мы представлены в социальных сетях достаточно широко, у нас есть подписчики, у нас есть члены партии активные, и мы всем миром, собственно, помогаем им, собираем их в эту самую поездку. Я думаю, что у слушателей, если есть желание помочь в подобных инициативах, то количество их будет только расти, и в офисе партии, который находится на театральной площади, можно эту поддержку таким начинанием оказать. Можно узнать, во-первых, что происходит, с кем мы сотрудничаем, какие инициативы проявляют, а во-вторых, можно попробовать себя реализовать в том или ином направлении. Как вот эта поддержка, например, поисковых отрядов осуществляется? Сколько нужно им денег? Вот рубеж пообратился к вам несколько дней назад. Что они просят? Честно, я врать сейчас не буду по поводу суммы. Там просится в деньгах, разумеется, но мы стараемся вопросов денежных избегать. Мы конкретно запрашиваем списки необходимой продукции, необходимых продуктов, там тушенка, что-то, медикаменты какие-то, оборудование, которое им нужно, там экипировка. И стараемся вот в таком материально-техническом уже формате ее одерживать, оказывать, прошу прощения. И к этому призываем, соответственно, всех наших активистов, депутатов, сочувствующих и просто неравнодушных. Это такой проект частного порядка, я бы сказала. Их много таких проектов, да, активистских в разных сферах. А если мы будем брать пошире, я не знаю, какие-то законодательные инициативы, какие-то серьезные проблемы, которые вскрываются в социальной сфере области, вот здесь сфера ваших интересов, если конкретизировать? Сфера, ну, политика, она подразумевает неограниченность сферы интересов этой. Если говорить о том, в чем мне приходилось участвовать уже, это, наверное, движение к дедороге, которое было успешно развернуто на территории соседней республики Мариэл. Соответственно, по этим вопросам я вникал в ситуацию в Кировской области в том числе. Да, но мы вас не видели в составе рабочей группы по контролю. А я, кстати говоря, подал туда заявку, меня просто не приняли туда. Ну, каких оснований? Не знаю, я просто не получил ответа никакого совершенно. Поэтому, честно говоря, я сомневаюсь в эффективности работы этой рабочей группы. Я ставлю под сомнение цели, которые они преследуют. И мне совершенно непонятен подход, которым пользуется власть города, власти города, власти региона, когда принимают решение о ремонте, реконструкции тех или иных дорог. Плана конкретного нет. То есть, плана на 2, 3, 4, 5, 10 лет вперед. То есть, те планы, которые действительно должны для себя разворачивать чиновники такого уровня, как мэр, как глава администрации, как министр в профильном министерстве правительства. Все это похоже на метание от одного к другому. Там залатали, тут залатали. Никаких конкретных планов реконструкции. При том, что деньги на реконструкцию есть. Нет. Большая часть этих денег за прошлый год, это более 1,7 миллиардов рублей, ушло в основном на ямочный ремонт, срок годности которого полгода, ну, максимум год. О какой результативности, эффективности работы и использовании средств в данном вопросе можно говорить. Относительно там контроля, ну, рабочей группы по контролю за ремонтом дорог. Общественные контролеры. Да. Здесь я ничего, кроме дороги к селу Русское, не слышу. Не знаю, почему они к ней так прицепились. Действительно вопиющий, наверное, случай. Но я там был, как бы, когда у нас же было отремонтировано. Отремонтировано плохо, как и большинство дорог, которые у нас, в принципе, ремонтируются. Нужна реконструкция. То есть, если мы распределяем бюджет, то мы говорим о том, что 70-80% у нас должно идти на реконструкцию. И только 20-30% на ямочный ремонт. Тогда будет результат, тогда будет эффект. И тогда ситуация просто прекратит хотя бы усугубляться у нас с дорогой. Такая же проблема, она во многих-многих-многих регионах. И она такая же была в Республике Мариел. Как может фракция партии ЛДПР в Кировской городской думе и в областном законодательном собрании повлиять на этот процесс? Можно ли кардинально сломать ситуацию и заставить стратегически мыслить в этом направлении и разрабатывать такие программы, как вы говорите, серьезные реконструкции дорог? Или мы опять упираемся в финансирование? Денег есть огромное количество. Как я уже сказал, 1,7 миллиардов. Денег хватит о том, чтобы реконструировать половину дорог города Кирова, реконструировать с учетом действительно хорошей укладки основы, полотна, тротуаров. То есть полноценная дорога. Не то, чтобы просто положить новый асфальт поверх старого, а именно полноценная реконструкция дорог. Поэтому ситуацию действительно нужно ломать. Хватит ли у ЛДПР в отдельности, в частности, у четверых депутатов в городской думе сил для этого? Ну, наверное, нет. Но для этого есть поддержка регионального отделения в целом, поддержка фракции в ОЗС и поддержка людей, которые по этим дорогам каждый день ездят. Будь то собственный личный транспорт, будь то общественный транспорт, с которым тоже большая проблема у нас. Собираетесь ли вы в таком случае организовать какое-то собственное движение по поводу контроля за ремонтом дорог или настаивать через Гордуму, через ОЗС на принятие такого стратегического плана по реконструкции наших дорог, или пока это не входит в ваши планы? Не хочу сейчас так, чтобы это прозвучало как обещание, сказать, что да, мы будем делать. Да, мы будем стараться делать это, но самое главное «но» в этой ситуации – наличие кадров, действительно, энтузиастов, которые готовы системно к этой работе искать подход. Наличие кадров в администрации, в правительстве или наличие кадров в партии? Наличие кадров в партии, поддержка и их желание заниматься именно данным направлением работы. Структуру построить возможно, объявление организовать возможно. Главное, чтобы его поддержали люди, потому что, как я уже говорил, круг интересов координатора, меня лично, он не ограничивается ничем, по большому счету. Я бы хотел сделать отдельный акцент на дорогах, потому что я считаю, что это большая дырка в бюджете, как городского, так и несмотря на то, что там большая часть из этих полутора миллиардов пришло дотациями из высшестоящих бюджетов, на город это тоже большая нагрузка. Нужно пересмотреть ряд моментов, связанных именно с конкурсами, которые проводятся, как они проводятся, как они выигрываются, кем они выигрываются, отработать, доработать. Но здесь ключевой момент, я считаю, это общественное мнение. Не нужно его разбавлять дорогой на русское. Оно должно быть более масштабным, я считаю. Кирилл Писный в эфире нашей радиостанции. Это его особое мнение. Вы слушаете через полторы минуты после рекламы. Вернемся. Особое мнение на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает координатор Кировского регионального отделения ЛДПР Кирилл Писный. Мы Кирилла поздравляем с вступлением в должность. Напоминаю, что до него эту должность занимал Владимир Костин. И вот буквально с этой недели, да, Кирилл, вы приступили к своим обязанностям. Ну, давайте вернемся к вашей инициативе, с которой вы в свое время побывали на нашей радиостанции. Это проект «Трезвые дворы», который вы поддерживали и собирались развивать, насколько я помню, тогда, потому что я была тоже в этом эфире. Сейчас я уже вспоминаю. Но с тех пор никаких сведений о трезвых дворах больше не поступало. Что происходит? Мы были, если уточнить, по-моему, в конце лета данный вопрос. У данной деятельности есть сезонность ввиду как раз... Да уже ли выпивают во дворах сезона? Во дворах исключительно в теплое время года, так скажем. Поэтому сейчас мы как раз начинаем, развертываем подготовку к сезону. Как бы это забавно, может быть, не звучало. Но, слава богу, теперь я в новом статусе могу к этому подойти более системно, привлечь больше ресурсов и инструментарий партии. Мы постараемся провзаимодействовать эффективно как раз с городской властью и те инициативы, которые звучали, в том числе... Давайте напомним. Да, в том числе это установка соответствующего своего рода табличек в общественных местах, запрещающих распитие. Не просто для того, чтобы информировать граждан о том, что там действительно нельзя пить, потому что мы выявили как одну из проблем, что люди просто не знают таких законных норм, которые запрещали бы им распитие, запрещали бы им курение в определенных местах. Поэтому информирование как раз одна из обязанностей партии, в том числе ЛДПР, это доносить такую информацию до людей. Не просто карать и привлекать к ответственности посредством, опять же, сил Министерства внутренних дел, но и в первую очередь избегать просто подобных нарушений, помогать людям больше узнать хотя бы о законах в нашей стране. За какой счет вы будете устанавливать информационные таблички и в каком количестве? Есть ли уже какое-то описание этого проекта? Детального описания проекта пока нет. Таблички – это не самое дорогое дело, они уже установлены в некоторых местах. Если мы говорим о дворах конкретно, то здесь можно привлекать управляющих компаний, здесь можно привлекать самих жильцов, они зачастую заинтересованы. А можно привлекать бюджетные деньги. Это, опять же, еще раз говорю, не такие колоссальные средства, которые можно было бы зажать. У нас нет денег на то, чтобы везде поставить знаки дорожные, необходимые, а вы говорите про таблички. Ну, необходимые дорожные знаки нужно начинать ставить тогда, когда будет масштабное понимание организации движения в городе. С этим большая проблема. Никто не понимает, по-моему, что творится вообще. Так, оставим сейчас этот вопрос. Да, это мы можем отдельно отложить. Ну, это как один из вариантов. То есть здесь индивидуально, я думаю, нужно подходить, определять места, излюбленные, так скажем, облюбованные. И в случае с общественными зонами для прогулок, парки, скверы и так далее, здесь можно привлекать просто спонсоров. Это спонсорские деньги. Я думаю, что интерес предпринимателей здесь будет высок, потому что проходимость, трафик, это интересно может быть. Информационные таблички. Работа с управляющими компаниями и опора на активных жителей дворов. Вот работа с управляющими компаниями и активных жителей дворов. Эту работу кто проводит у вас? Вы лично будете заниматься этим? Да, да, да. Здесь придется в ручном режиме для начала, для того, чтобы запустить этот проект в пилотном варианте, хотя бы в ряде дворов, конечно, придется лично взаимодействовать со старшими домов, с председателями ТСЖ, ТОСы, в зависимости от того, какой формат у них деятельности и управления избран. И потом, уже написав методику, изложив ее, мы можем поделиться ей со всеми желающими, масштабировать это не только на город Киров, но и на другие города и поселения в области. То есть вы собираетесь писать методику работы в проекте «Трезвые дворы» совместно с ТОСами, управляшками и какими-то чиновниками из администрации? Правильно я распоняла? Ну, чиновников из администрации мы трогать пока не будем, у них своих обязанностей вроде как хватает. Понятное дело, каждый из них по-своему справляется с ними, но здесь есть довольно-таки четкое понимание проблемы, есть четкое понимание законодательства. То есть здесь достаточно просто проработать схему взаимодействия и все. Там была проблема, которую вы описывали в эфире «Дневного разворота», когда говорили о проекте «Трезвые дворы». Это своеобразные добровольные народные дружины, кто, собственно, будет патрулировать эти самые дворы, какими обладают средствами и возможностями люди, которые будут патрулировать, и как будет осуществляться взаимодействие, например, с ОМВД? Мы провели с тех пор встречу с ответственными по части общественной безопасности и как раз по этим вопросам в Управлении Министерства внутренних дел по Кировской области. Получили одобрение к этому проекту, но здесь, опять же, реализация в сезон начинается. И пока не попробуешь, не поймешь, насколько эффективно это будет работать, насколько будет высокий интерес людей, готовых этим заниматься. Жителей просто. Да, жителей. Тех, кто потенциально готов вступить в народные дружины. Потому что полицейские тоже люди. Да. И здесь нельзя говорить о том, будет это обязательно эффективно или нет, но мы постараемся это реализовать. Есть уже действующий институт народных дружин с широким спектром полномочий, кстати говоря. Вы считаете, он действующий? Ну, как минимум, я в патрулях людей этих вижу. Насколько это действительно инициативные граждане, а не сотрудники ЧОП, я не знаю. Чаще всего это привлекает как раз сотрудников охранных предприятий. Но это уже детали и лирика. Мы, в свою очередь, постараемся людей к этому проекту привлечь. Желающих достаточно. Насколько они готовы к реальным делам переходить от слов, сложно сказать. Определились ли вы уже с теми районами, которыми займетесь в первую очередь? В каких районах дворы располагаются, с которых пойдет начало этого проекта? Ну, здесь пытались как раз замерить остроту проблемы, взаимодействовать со старшими домов, с управляющими компаниями, информации собрать в каком-то там табличном виде и проанализировать. У нас, к сожалению, не получилось. Мы получили ряд сигналов просто, которые у нас зафиксированы с конкретными дворами. Список есть. Там больше 30 дворов. Есть, соответственно, общественные зоны, места. То есть это Александровский парк. Это парк, который находится... Имени Кирова, который находится в самом центре практически города. Ну и другие общественные зоны уже в меньшей степени. Но вот постараемся охватить все. То есть если говорить о народных дружинах, то здесь нужно вырабатывать маршруты патрулей. Тоже есть уже наработки, инициативы. Сейчас ждем, когда проблема снова себя проявит. То есть вы начнете работать с момента сигнала? Или все-таки у вас есть время какое-то стартовое? Май, июнь? Что это? Сезон тоже начался. Если говорить про таблички, то здесь, я думаю, что до конца мая мы все необходимые документы подготовим по инициативе. Расскажем о ней администрации в развернутом виде. Декларативно это разместим на сайтах. Будем привлекать людей на сайтах в социальных группах. Если говорить о народных дружинах, то усиление вот этих патрулей полиции, оно будет актуально как раз в связи с увеличением поступления сигналов этих жильцов. Погоду предсказать, к сожалению, невозможно. Ну все, уже весна. Уже весна. Координатор Кировского регионального отделения ЛДПР Кирилл Писный у нас в студии. Мы будем, конечно же, Кирилла приглашать по разным темам и в дневные развороты, где можно будет шире обсуждать те или иные вопросы. Но вот сейчас хотелось бы поговорить о том, насколько вы доступны в общении, как к вам лично можно обращаться. Вот вы говорите, будут поступать сигналы. Владимир Костин личный телефон свой не раз озвучил, в том числе и в нашем эфире. Владимир Костин, предшественник Кирилла, на должности координатора отделения ЛДПР в Кировской области. Пользуетесь ли вы телеграм-каналами, фейсбуками, контактами? То есть вот как лично к Кириллу Писному можно обратиться? Или только через офис партии? Через офис партии, где я нахожусь практически постоянно, ну или, по крайней мере, по максимуму в рабочее время. Понятно, я буду сейчас объезжать всю область, смотреть, как работает действительно на местах местное отделение. Но в социальных сетях по максимуму я представлен. Фейсбук, ВКонтакте найти, я думаю, будет мне несложно. Писанный Кирилл не так много у меня однофамильцев и тем более полных тезок. И здесь смысла не вижу сейчас диктовать телефон, я просто его напишу в социальных сетях. По-моему, у меня сейчас они не указаны, я просто открою к ним доступ. И что по телефону, что в личных сообщениях, Фейсбук, ВКонтакте можно будет мне найти, может быть, даже в мессенджерах, в зависимости от того, какой телефон там укажу. Да, Кирилл, у меня коллеги из нашего новостного отдела просят вернуться к теме по дорогам. Они спрашивают, можно ли узнать, чем закончился ваш опыт народного так называемого контроля в МРИЭЛ. Удалось ли добиться того, чтобы власти принялись системно устраивать дороги, не просто ямочный ремонт осуществлять, а реконструкцию производить? Вообще каким-то позитивным сдвигом ваша деятельность привела в МРИЭЛ? Там немножечко другой был источник проблемы. Суть проблемы была в том, что денег действительно не хватало. Если мы говорим о том, что в Кирове, где дорожная сеть в 2,5 примерно раза больше, чем в Йошкар-Оле, и здесь выделяется более полутора миллиардов рублей за прошлый год, то в Йошкар-Оле выделялось 100 миллионов. Мы своими народными выступлениями, мы действительно выходили на улицы огромными количествами людей. Для города такого небольшого, как Йошкар-Ола, почти тысяча человек присутствовало на мероприятиях. Мы требовали, чтобы расходы были увеличены, чтобы был усилен контроль за работой подрядчиков. Я считаю, что успеха мы добились, потому что пусть кредитные деньги тогда привлекли, бюджет стал 200 миллионов и более. В два раза увеличился. Да, в два раза увеличился. И мы стали видеть действительно улучшение в состоянии дорожного платного. Я думаю, кто ездит, автомобилисты, сравнят ситуацию, опять же, если хватит памяти, 2010-2011 год и то, что после нашей деятельности в 2012-2013 году, как это все поменялось и то, как сейчас выглядят дороги там, как выглядят они здесь. То есть вы верите все-таки, что народное мнение, объединенные народные массы могут достигнуть своих целей, решения проблем? Я считаю, что это ключевое. То есть то, что мы видим сейчас, то единство людское, которое мы видели, мы видим сейчас там в Валакаламске, да, вокруг свалок там творится полнейший бедлам с отходами. Тоже, кстати, проблема, наш регион ждет в недалеком будущем. Нужно срочно наводить порядок. То, что мы видели, как люди отреагировали на трагедию в Кемерове, совершенно верно, это свои результаты, свои плоды дает. Мы, кстати, подали сейчас заявку на проведение пикета пока что на Театральную площадь. В эту субботу время и место еще мы уточним конкретно в социальных сетях до пятницы по вопросу как раз инспектирования торговых центров. Была проведена инспекция проверки всех торговых центров в Кирове. МЧС нам сообщает о том, что восьми торговым центрам было рекомендовано закрыться, завершить свою деятельность. В итоге, по-моему, в новостях я не читал ничего подобного, чтобы кто-то закрылся, или какой-то бурной деятельности по исправлению недоработок, недостатков, связанных с пожарной безопасностью. Я не видел тоже. Чего будете требовать? Как раз, во-первых, оглашение списка торговых центров. И либо исправление ситуации, либо закрытие, соответственно, если они не соответствуют требованиям. Кроме того, если выяснится, что здесь вина конкретно инспектирующих органов МЧС, которые допустили ввод в эксплуатацию тех зданий и сооружений, которые заведомо не соответствуют требованиям пожарной безопасности, мы будем требовать привлечения их к ответственности. Заявка подана в городадминистрацию, ответа пока нет. Ответа пока нет, да. Спасибо, Кирилл Писный, координатор Кировского регионального отделения ЛДПР. Это была программа «Особое мнение», вела ее Светлана Занько. Всем хорошего дня.